Ну что, какой-то спутник и всё со страшной силой, но мы, наверное, отвлекаться не будем. Так, и ветер стих, вообще как удачный всё. Так, слева это, что я сказал, это ганимед. Ну, Каллиста будет или нет? Не видно её Сатурна, вообще, какой кошмар. А, он опять проявляется. Ну, так я не буду ждать, конечно, когда, если Юпитер ещё как-то светом пробивается сквозь облачка, то от Каллиста этого ждать не приходится. Давай уже вернёмся к нашему Сатурналью, Сатурну к нашему поводу, собственно, для нынешнего экстренного выхода. Ну, я же говорю, выглянул с балкона, это же уже рефлекс просто. Издевающие, сонные, не проснувшись до конца, но в сомнамбулическом состоянии идёшь, выглядывая с балкона направо. Оно видно на вчерашней видеозаписи, как у меня от балкона. Из-за крыши поднимается Юпитер, за ним Сатурн. Очень чётко всё видать. Все эти планеты, которые участвуют в параде планет, и которые снимаю я, они видны невооружённым глазом. Конечно же, никаких колец на Сатурне вы не увидите, ребятки, без оптики. И спутников Юпитера вы без оптики не увидите, а не Галилеевы. Почему спутники? Не потому что спутники вроде Юпитера, а называется Галилея. Потому что, по легенде, Галилей их впервые увидел через четыре этих спутника. Из 64, насколько я помню, спутников Юпитера. И увидел их в подзорную трубу, которую сам же исконстралил. Я об этом очень сильно сомневаюсь, что сколько там, 350-400 лет назад была первая подзорная труба. Наверняка, товарищи китайцы, что-то 2000 лет назад ещё смастерили стибрю лицензию у Колумба. В Соединенных Штатах, когда он думал, что Индия настолько продвинутая, и европейская наука была, географическая, по крайней мере, перепутать Индию с Америкой. Да, ну в том дело, в общем, не увидите вы, ну увидите, колец не увидите. Спутников Юпитера не увидите, Галилеевых. А вот, так вот, на меня перестал реагировать этот самый. А сами планеты увидите. Юпитер, да, в комментариях тоже спрашивали, как, где Юпитер и Сатурн, знаю, а где найти Марс и Венеру. Ну, чтобы найти Марс и Венеру, надо вот дугу, если ты себе представляешь, по которой идёт, если ты каждый день её смотришь, движение этих планет, ну то есть, когда получается, представляешь себе, по какой дугу дуге по небосводу движется Юпитер и Сатурн. Вот по этой же дуге будет, ну сейчас, ближе к полуночи, появляться Марс. Он большой, красный, заметный, приметный. На этой траектории его перепутать ни с чем нельзя, когда будет Юпитер приближаться. Ближе уже к закату, к тому, чтобы сесть за горизонт. Вот сейчас, ну, спутнички, как бы так, правый вверх смотрится. Далее высоко расположен, чем левый. А будет ровно наоборот. У него будет такой пикирующий бомбардировщик. Бомбардировщик, стреляющий вперёд спутниками, отстреляющийся с хвоста. Ну, или как там будет конфигурация, бывает они и с одной стороны, а все. Вот когда Юпитер будет уже идти на закат, Марс будет практически в зените, на вершине этой дуги, воображаемой радуги траектории. То есть по вот этой дуге трассе Юпитер идёт, потом идёт Сатурн, потом Марс. И вот когда Марс в зените, на вершине этой дуги, не в зените над головой, а на вершине этой дуги, слева будет уже пред рассветом, перед рассветом выползать Венера. Сейчас она с Альдебараном в паре идёт. Очень красиво смотрится. Она настолько яркая, что ни с чем её перепутать нельзя. Она третья после Солнца и Луны по яркости на небосводе земном. Так что там, как бы, никаких шансов. Слушай, у нас лоскуток вообще остался. Всё то, что я сейчас снимал. О, а вот и Калисто. Какой ты молодец. Мы тебя сняли. Всё, у нас полный боекомплект. Сатурн исчез. Ладушки. 21 июля 2020 год. Харьков. Сатурн воплазиться, в общем-то. Был снят. А вон он. Прямо выпался за облака. Натурально. Чтобы снять его. Вот, 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 да. Так. Вот. Ты мой золотой. Ты мой хороший. Какой ты молодец. Прямо пробился. Начали с тебя. Тобой закончим. Это справедливо. Сегодня твой день. Прячется, прячется. Подожди секундочку. Всё, навёлся на тебя. Всё, пока. Тоже не годится. Время у нас 22-26 по Киеву. На Северной Салдовке.